Всем доброе утро из прекрасного региона Мармарис. Сегодня мы решили разнообразить свой отдых и своим ходом отправились в Акьяку. Это небольшой дачный городок. Население где-то около 3000, вроде бы, надо будет уточнить, почитать. Все домики построены в одинаковом стиле. Находятся между Бодрумом и Мармарисом на берегу Эгейского моря. В Турции все еще соблюдается масочный режим. Даже на улице нужно ходить в масках, потому что штрафы никто не отменял. Он порядка 100 евро. Не будем все-таки разбрасываться деньгами, лучше потратим их здесь. Добрались мы до Акьяки из Мармариса. Сначала мы приехали на маршрутке за 5 лир на автовокзал Отогар. Отсюда тоже 10 лир маршрутка с Отогара до Акьяки. Ехать минут 20, это 35 километров от Мармариса. Пойдем сейчас посмотрим на этот красивый городочек. Маршрутка прямо в Акьяку не спускается. Мы вышли наверху поселочка. Сейчас немножечко, километра три спустимся вниз. И там будет красивенное море. Природа здесь, конечно, очень красивая. Воздух обалденный, пахнет хвоей. Но, честно сказать, очень напомнило южный берег Крыма. Точно такая же природа. Обалдеть! 10 минут пешком вниз по живописной дороге между сосен с необычным запахом. И мы пришли в это. Сразу при входе в Акьяку встретила кактус. Мою любимую опунцию, которую я все мечтаю попробовать. И, как всегда, не попадаю на сезон. Здесь продают арбузы с дыньками. Цены не видно. Но мы сейчас пришли не за этим. Все-таки пойдем к моречку. Посмотрим, там открытое море. Потому что в Мармарисе наше море находится в бухте. А хочется покупаться в открытом. Акьяка – это тихий и уютный городочек, который поддерживает инициативу Чита Слоу, что означает «медленный город». В этом городе действительно жизнь тихая. Нет дискотек, баров. Здесь даже нет банков. Посмотрим сейчас, как он выглядит. Ну и, конечно же, как и в каждом городе, здесь есть памятник Кататюрку. Турецкий народ очень уважает своего первого президента. Любит его. Ну и, конечно же, как без турецких котиков. Они здесь везде. Ну что за красота такая рыжая. Смотрит на вертолет. Здесь летит вертолет. И, естественно, котику очень интересно. Котик мой какой красивый. И по узенькой дорожке мы спускаемся вниз к моречку. Поселок действительно очень уютный. Такой спокойный, тихий. Все в цветах. Ароматы стоят вообще супер. Пахнет хвоей, цветами. Все такое уютненькое. Кому-то в дворик позаглядываем. Нашли мы до моря. Здесь совершенно другой берег. Мелководье. Видно, что мелководье. Песочек вот такой вот мелкий и серенький. Людей на пляже очень много, но в основном только турецкие жители. В чем отличие Мармориса от Анталии? Здесь все пляжи муниципальные. Отелей со своим пляжем очень мало. Приходим на пляж, покупаем любой напиток. Это может быть коктейль, это может быть пиво, сок, неважно что. И нам дает шезлонг с зонтом на целый день. Природа, конечно, здесь очень красивая. Регион Марморис мне понравился намного больше, чем Анталия. Готова сюда возвращаться снова и снова. Провели сегодня в Акьяке целый день. Сейчас пойдем покушаем в ресторане. Опять турецкую вкусную еду. И отправимся назад в Марморис. Правда, пока не понимаем, как мы отсюда будем уезжать, потому что идти вниз было очень комфортненько. Как вернуться опять в гору, чтобы споймать маршрутку, непонятно. На такси не будем ехать. Попробуем, как нормальные бюджетные туристы, своим ходом. Рядом с пляжем есть такая торговая улица. Продаются такие плетеные сумочки. Украшения с камней и ракушечек. Планируем дойти до конца этой улицы. Там очень красивая локация для фотографии. Вообще, конечно, Акьяка очень красивое место. Ирочка, а что ты хочешь купить? Спросить. Спросить? Ага. Сколько они? Сколько? 10 и 5 лир. Ну, 15. 15? Написать. Да. Сувениры 10 лир цена. 15 лир. Набор ракушек по 5 лир. Это если на гривны 15 гривен. Ну, 17 гривен. Очень хорошие цены. Посмотрим, что есть в Мармарисе. Я надеюсь, там будут такие же цены. Я нам обожаю. Ой, молодец. Это не так? Да, Яра молодец. Яра уже купила. Нашли вот такую вот крутую локацию для входа. Прям отсюда открывается такое море океиское. А какой здесь воздух. Пахнет деревом. Как в сауне из древесины. Оказывается, это была еще не самая крутая локация. Сейчас поднимаемся вот по таким каменным ступенечкам. Чтобы посмотреть еще лучший вид на Акьяку и на Открытое море. Ох, такие крутые ступеньки, конечно. Но после отдыха в турецких отелях ходить нужно много. Здесь беседка. О, боже. А там еще выше ступеньки. Но туда уже не пойду. Растет моя любимая пунция. И вот такой вот вид. Очень красивый вид. Вода вообще лазурная. Супер. Природа здесь, конечно, изумительная. И встретить туристов из постсоветского пространства нам тут сегодня не удалось. Только турецкие жители. Зашли в уличный ресторан. Заказали адана-кебаб. Вот так вот он выглядит. Нам бесплатно принесли водичку. Салаты. Да, на лепешечке будет. Вот. И салатики. Ждем мяско. Еще принесли наш любимый йогурт и аджику. Надеюсь, не очень острая. Хотя, девочки острые едят, да? Пока нам готовят еду, покажу, что здесь есть. Вот это вот адана-кебаб. Кефте. Еще там шашлычки куриные. Но курицу не хочу. Мы заказали вот такое. Ждем. Принесли такой вкуснючий лохмаджун. Такая вот турецкая пицца тоненькая. С мясом сверху. И вот принесли нам наш адана-кебаб. Такое вот мяско вкусненькое. Ну и запьем кока-колой. Кафе, в котором мы сидим, называется Азмак Чорба. Здесь есть и супы, и кебабы. По ценам 17 лир, 20 лир. Это супы. По кебабам 48, 58. Дюрум есть. Пицца есть. И вот здесь готовят кокорейджи. Это потроха. Мискараджи. Готовятся на мангале. И потом их кладут в лепешечку. Кулайгельсин. Возвращаемся домой. Сейчас будем подниматься в гору, в дороге. Там, где будет ехать маршрутка в Марморис. Такой магазин национальных ковров. Возвращаемся в Марморис, с этого чудного города Акьяка. Очень зеленый, красивый город. Весь в цветах, в шикарных деревьях. С очень чистым воздухом.